Привет, любимый зритель! В эфире Универниус. Самые актуальные и интересные новости нашей республики. В студии Гульфия Матугольна. Смотри сегодня. 42 студента и сотрудника КФУ стали донорами крови. Учеными назван самый прочный сплав в мире. Как его применить? Жители Татарстана начали выбирать новое название для аэропорта Казань и Бегишева. Массовое убийство и взрыв в Керченском политехническом колледже унесли жизни ранее большое количество людей, большинство из которых подростки. Это страшная трагедия и горе. Наш телеканал приносит свои соболезнования близким и пострадавшим в этой трагедии. А мы продолжаем. Впервые стали донорами многие студенты Казанского Федерального Университета. У них была возможность сдать кровь и помочь нуждающимся людям. Анна Глазунова расскажет подробности. Студенты Казанского Федерального Университета стали донорами крови. На площадке перед культурно-спортивным комплексом Уникс расположилась мобильная станция переливания крови Республиканского центра крови Республики Татарстан. Для нас очень важна регулярность в донациях. Для нас важно, чтобы студенты были проинформированы о том, кто может стать донором, какие есть противопоказания к донорству. Потому что на самом деле донорство, мы все знаем, что это очень ответственно. Несмотря на большое желание, не всех студентов допустили до сдачи крови. Как оказалось, стать донором не так уж и просто. Есть определенные требования, которые необходимо соблюдать. Сдать кровь может человек старше 18 лет весом не менее 50 килограмм. С пропиской или регистрацией в Республике Татарстан не менее полугода. Самыми важными являются требования к состоянию здоровья. У донора не должно быть никаких хронических болезней. Также им стоит воздержаться от тяжелой пищи. За 48 часов нельзя употреблять алкоголь, а за 3 дня не принимать никакие лекарства. Готовилась специально за 72 часа нельзя принимать таблетки, пить, курить нельзя. С утра надо покушать обязательно. Перед этим поел, позанимался спортом, заполнил анкету, сказали, что я абсолютно здоров. Пришел сюда, сдал кровь. Только после заполнения анкеты осмотр врача, замеров давления и веса желающие допускаются до сдачи крови. Многие студенты здесь впервые стали донорами. Отмечают, что не собираются останавливаться на этом. В планах получить звание «Почетный донор». В мире много нуждающихся людей и люди, которые умирают и которые нуждаются в крови. А сдача крови является добровольным. И я решил таким образом помочь детям, не только детям, а людям, которые действительно в этом остро нуждаются. Всегда хотелось стать донором. В моем городе, маленьком, откуда я приехала, не было такой возможности. И так как здесь предоставили такую возможность, я с удовольствием пошла. Мобильная станция крови работала 17 октября с 9 утра до часу дня. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. Учеными создан, предположительно, самый прочный сплав в мире. Значит ли это, что смартфоны станут непробиваемыми, автошины перестанут стираться, а самые хрупкие вещи на Земле станут прочными уже в ближайшем будущем? Ответ на этот вопрос искала Адель Шамилова. Проведя очередные работы с драгоценными металлами Земли, ученые получили, предположительно, самый прочный материал в мире. Для этого команда ученых из сандийских национальных лабораторий совместила золото и платину. Сможет ли новая субстанция потеснить самый прочный материал сегодняшнего дня – графен? Этот вопрос еще по-прежнему остается открытым. Графен, алмаз – все это именно фазы состояния углерода. То есть вот здесь как раз и возможности я вот вижу. А вот создание новых видов сплавов, в принципе, создание нового вида материала – это какой-то отдельный… Вот понимаете, сплав все-таки это много кристаллических решеток, которые в разной ориентации собрались вместе, как говорится, сложены вместе, и из него делаем изделие. Предполагается, что новый сплав настолько стойкий, что если из него сделать автомобильные шины, то на них можно 500 раз полностью объехать земной экватор, прежде чем они сотрутся. Смартфоны смогли бы значительно увеличить срок службы, используя тонкое покрытие из этого нового сплава на своих подвижных частях, что, в свою очередь, помогло бы электронной промышленности экономить около 100 миллионов долларов в год. Однако, делать подобные прогнозы все равно рано, считает директор инженерного института, он же проректор по инженерной части Казанского федерального университета. Создание вот таких чистых из одного материала, конечно, возможно, но насколько можно будет применять в инженерии, конечно, это еще надо много исследований проводить. Доцент химического института имени Бутлерова Казанского федерального Аркадий Курамшин также убежден в том, что о создании новых технологий говорить еще слишком рано. Понятно, что в массовом производстве она вряд ли пойдет, потому что, ну, хотя, конечно, многие считают, что там золото и платина – это самые редкие металлы на Земле, это металлы далеко не самые редкие, редкие, конечно, ну, например, не какой-нибудь там осмий, который добывается в количество 10 тонн на всю мировую цивилизацию в год. Добыча золота и платина, они в разы, в десятки, в сотни раз все же побольше. Но, тем не менее, все равно дешевыми их назвать нельзя. Однако, наиболее ценный аспект этого материала оказался абсолютно неожиданным. Во время испытаний сплав начал формировать черную пленку на своей поверхности, которая оказалась алмазоподобным углеродом – одним из наиболее ценных и эффективных искусственных лубрикантов. Ну, в принципе, это можно было ожидать, что с углеводородами там что-то произойдет, потому что платина – это катализатор. В нефтепереработки, во многих процессах именно где углеводороды изменяются, ну, то, что образовалась пленка с такой интересной структурой, да, тоже, конечно, феномен, который еще нужно будет исследовать. Полученный сплав претендует на самый износостойкий материал на земле. Несмотря на это, исследования будут продолжаться. Аэропорт Мусы Джалиля или Николая Лобачевского, Марина Цветаева или Аделя Кутуя. В Татарстане выбирают в честь, кого будет назван аэропорт Казань и Бегишева. Подробности проекта «Великие имена России» в нашем следующем сюжете. 16 октября экспертный совет проекта «Великие имена России» в Татарстане представил список из 40 имен, которые могут быть присвоены двум аэропортам республики – Казань и Бегишева. Сейчас в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» проходят голосование. По результатам определится десятка полуфиналистов, которые будут представлены 19 октября. Я считаю, что Казанский аэропорт можно назвать в честь первого президента Татарстана, Шаймиева, а Челнинский аэропорт в честь Габдулы-Тукая. Один аэропорт в Габдулы-Тукая, а другой в Аделе, которую неплохо было бы. На мой взгляд, аэропорт не нужно переименовывать, потому что для иностранцев это будет не совсем понятно. Мы сажалили. Звучит просто так. Есть же «Джи-Эф-Кейн» аэропорт «Джи-Кенди». Просто мы сажалили, мы сажалили, будет звучать достаточно элитно. Литераторы, художники, музыканты и ученые Татарстан – богат на знаменитые личности. Каждый из 40 претендентов достоин того, чтобы их именем назвали. Один из двух аэропортов Татарстана. Глава Сбербанка заявил о ненужности математических школ, отметив, что обучение должно быть равномерным по всем предметам. Так это или нет, и каким образом сегодня проводится подготовка таких специалистов, разбирался Артем Тупичкин. Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф на форуме «Открытые инновации» назвал математические школы пережитком прошлого. В этом мире нужны будут не только математики и программисты, более того, я думаю, их все меньше и меньше нужно будет. Нужны люди всех дарований. Не нужны математические школы. Я категорически противник математических школ. Потому что математические школы – это там, где отбирают детей и пичкают их одним монопредметом. Дети должны быть развиты очень равномерно, 360 градусов. Его высказывания вызвали ажиотаж в средствах массовой информации. Герман Греф отметил, что развитие детей должно быть равномерным во всех областях. Но приносит ли специализированное на определенном направлении школу ущерб знаниям в других областях? Ведь обучение в определенном направлении происходит за счет факультативных и дополнительных занятий. Я с ним согласен в том, что человеку будущего нужны разнообразные навыки. Больше нужны не знания, а навыки. У нас это точно развивается в лице Тублачевского тоже. Я уверен, что топовые школы, в том числе математические центры, дают то образование, которое нужно человеку будущего. Также прозвучала фраза, что программистов и математиков в будущем будет нужно меньше. Поэтому фокусироваться на их подготовке не нужно. Как же в таком случае поступать высшим учебным заведениям? Конечно, изменения будут. Будут выделяться новые профили, новые востребованные направления. А высшие учебные заведения и должны будут переключаться на подготовку специалистов по тем областям, которые актуальны и востребованы. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Береги себя. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok